Привет всем молодым родителям! Сегодня я хочу раскрыть очень такую социально важную тему. С такой темой рано или поздно сталкивается каждая семья, каждый родитель задумывается о том, как сделать так, чтобы ребенок доверял. Это не просто про доверие, это знаете про что? Грубо говоря, если у ребенка что-то случилось, и он боится об этом рассказать. Например, когда он ходит в садик, его там, не знаю, обидела как-то воспитательница, или кто-то из группы, или его кто-то ударил, и не дай бог скажешь родителям, я тебя прибью. И вот ребенок боится, в общем-то, прийти и рассказать об этом, потому что боится вот там наказание, и боится вот здесь наказание. Если я расскажу, то меня за это накажут, то есть боится наказания с какой-то стороны. Как вложить в ребенка вот это правильное доверие к миру и доверие к родителям, которое заключается в том, что ребенок придет и скажет. И ребенок будет уверен, что его услышат, что его любят, и что всегда готовы ему помочь, и что родители всегда на его стороне. Давайте попробуем поглубже разобрать эту тему. Для начала я отмечу то, что формирование вот этого доверия к миру, доверия к родителям, оно происходит еще с самого-самого маленького возраста. Это формируется не уже тогда, когда уже вы столкнулись, да, отправляете в садо, и, в общем-то, не знаете, будет ли ребенок себя как-то адекватно вести. Ваш контакт с ребенком, он происходит постоянно. То есть это значит, что вы не просто отправляете ребенка заниматься своими делами, сиди там, занимайся, я отдельно, да, то есть это как бы мама вроде есть, но в то же время она отсутствует, она где-то там в интернете, в телефоне, где угодно. Ребенок сам себе играет, да. Участвуйте в этих играх, чтобы ребенок чувствовал, что вы постоянно рядом, что вы можете прийти ему на помощь в любую минуту, что его интерес не повлечет за собой наказание, да. И мама в этом смысле должна понимать, что означает интерес. Когда ребенок лезет за конфетой впервые в жизни, то есть он еще никогда не видел конфеты, он не знает, что они сладкие, да, и что там, возможно, это запретный продукт. Но тем не менее, когда ребенок впервые это пробует, это не должно быть наказано, потому что ребенок это из интереса берет. Он берет из интереса какую-то ту вещь, которую ему нельзя. Ну, да, обстановку это отдельная тема, да, что не нужно разбрасывать там по квартире, не знаю, гвозди, иглы, да, чтобы ребенок на них натыкался. Но в принципе, если вот типа конфеты ребенок берет, которые как бы вроде как нельзя, да, ну, мама же ест, да, почему ребенку нельзя, то в таких случаях нужно объяснять ребенку, нет, нельзя, как, фу, там, как бы ругать, да, что ребенок, боже мой, меня наругали за то, что мне было интересно что-то сделать. Соответственно, в следующий раз мне нужно либо не проявлять интерес, либо делать это так, чтобы мама не видела, потому что мне-то интересно, а у ребенка интерес очень-очень большой. Я решила раскрыть эту тему не сама, а с Ирочкой, у нее тоже есть ребенок, который уже возраста, когда она ходит в садик, и для нее это тоже актуальная тема. Давайте послушаем о том, что расскажет она, и я еще что-нибудь от себя добавлю. Всем привет! Моей дочке уже 3,5 года, и целый год мы ходим в садик. Вначале дочка, конечно, ничего не рассказывала, она была очень замкнутая, потому что, ну, новый коллектив, все понятно. А сейчас же мы пришли к тому, что ребенок после садика нам все рассказывает, рассказывает про воспитателей, рассказывает про детишек, рассказывает, что ела она, во что играла, как спала и так далее. Каким же образом мы добились того, что ребенок нам начал доверять? Я здесь набросала некоторые пункты, которые, я очень надеюсь, помогут родителям лучше понять своих детей, потому что тема насилия в садике в школе – это очень тяжелая тема, и часто я в песочнице слышу истории о том, что воспитатели не очень хорошо обращаются с детьми, тем более, если это садик государственный. Безусловно, есть хороший воспитатель, есть плохие, но сейчас речь не о них. Давайте все-таки посмотрим, как помочь ребенку доверять вам. И мое первое правило общения с дочкой – это то, что она должна знать, что я ей тоже доверяю. Что это значит? Это значит, что нельзя ругать ребенка за какие-то рассказы. Как бы странно это ни звучало в формате этого видео, но многие родители за рассказы все-таки ругают. К примеру, мы не даем нашей дочке конфеты, шоколадки, ну, в общем, всякие сладости. И иногда, приходя из садика, она говорит, мама, мне там в садике дали конфету, я ее съела. Поначалу я очень так негодовала, говорю, как же так, Вероника, нельзя, ты что делаешь-то, зачем? А потом я поняла, что главное, что она мне все-таки это рассказывает, а не тайком там где-то сидит и ест эти конфеты. Ну и в принципе ничего страшного не будет в том, что она съела одну конфету, главное, что она мне доверяет, главное, что она это рассказала. Так что, что бы ни говорили вам ваши детишки, старайтесь реагировать сдержанно. И если уж вы хотите очень сильно их поругать, то делайте это не сразу же после их рассказа, а спустя некоторое время. Мое второе правило в общении с ребенком, это то, что я стараюсь поощрять личные рассказы о себе. Что это значит? Забирая дочку из садика, я, конечно, интересуюсь, во что они играли, что они ели, как они спали и так далее. Но в основном я спрашиваю, почему там какая-то игра тебе нравится больше, почему ты дружишь, например, с вот этой девочкой, а не с другой. То есть вопрос о том, что они ели в садике, можно задать воспитателю, да и в любом случае там где-нибудь на двери висит меню. А более личные вопросы, они способствуют построению доверительных отношений. Третье правило, это никогда нельзя отмахиваться от, казалось бы, каких-то незначительных проблем вашего ребенка. Возможно, какая-то мелкая неудача кажется ребенку настолько серьезной, что он спешит вам о ней сообщить, а вы заняты, вы не можете уделить время ребенку. И ребенок уже в следующий раз, возможно, вам ничего не расскажет. Четвертое правило, слушать, но не засыпать вопросами. То есть общение родителей с ребенком не должно сводиться к какому-то допросу, то есть вопрос-ответ. Как можно больше слушайте, как можно больше задавайте уточняющих вопросов, но не превращайте ваш диалог в допрос. Пятое правило, мне кажется, очень-очень важным, это то, что с ребенком нужно разговаривать на равных. Здесь дело даже не столько в построении самого разговора, сколько в вашей позиции относительно ребенка. То есть если у вас ребенок маленький, при разговоре с ним нужно либо сесть на диван, либо опуститься на колени. То есть ребенок должен видеть ваше лицо рядом со своим. Тогда возникает вот это доверие. Я, кстати, читала об этом не раз. Психологи советуют с детьми разговаривать именно на их уровне. Тогда ребенок лучше и воспринимает информацию, и чувствует больше доверия к вам. Ну и шестое правило не менее важное. Я считаю, что нужно практиковать такие семейные ужины, когда вся семья собирается за одним столом вечером, к примеру. Ну это проще всего сделать, наверное, вечером. И рассказывать о своих проблемах. То есть вы не должны только спрашивать ребенка и ничего ему в ответ не говорить. Возможно, вам тоже стоит поделиться какой-то проблемой, пусть незначительной, пусть той, в которой ребенок может разобраться и дать вам какой-то совет. Поэтому обязательно нужно спрашивать мнение ребенка по какому-то вопросу. И тогда он поймет, что он активный участник беседы. И, в общем-то, его уважают, и ему доверяют. Его мнение важно. И в следующий раз он тоже будет рассказывать. Кстати, мне кажется, совсем не важно, сколько ребенку лет. Вот моя дочка в 3 года уже вполне может поддерживать нормальную беседу. Ну и если ни один совет не работает, и ребенок продолжает упорно молчать после садика, мне кажется, очень важно в таком случае наблюдать за его настроением. Потому что детки, они в принципе не умеют лукавить. И если ребенка что-то беспокоит, то рано или поздно он это покажет. И очень важно также наблюдать за играми ребенка. К примеру, у меня дочка общается с куклами один в один, так же, как общается воспитательница с ребятишками. То есть можно следить за фразами, которые говорит ребенок своим игрушкам. И это зачастую та же самая стратегия поведения, которую выбирает воспитатель по отношению к детям. Поэтому можно даже со стороны просто понаблюдать, какая атмосфера царит в группе. На этом у меня все. Огромное спасибо, Нин, за то, что пригласила меня в гости на свой канал. Мне было очень приятно поделиться какими-то своими секретами. И всем пока! Ирочка, и тебе спасибо тоже, мне очень приятно. Какой еще пункт я хочу добавить от себя? На канале Иры мы сделали тоже похожее видео на такую социально активную тему. Там я раскрываю тему о том, как научить ребенка не уходить со взрослыми. Если кто-то зовет его куда-то, интересно, что сделать, как ребенку донести вот эту информацию, чтобы у него была четкая установка, что с чужими людьми мы не уходим. Посмотрите на ее канале, думаю, вам будет интересно. Так вот, возвращаемся к нашей теме. Что я хочу еще добавить от себя? Вот если мы говорим про вот этот вот запрет, да, каждые запреты формируются в ребенке достаточно определенным образом. Это может быть запрет путем запугивания, да. Ты сейчас там сделаешь вот это, не знаю, схватишь эту конфету, и у тебя выпадут все зубы, да, запугали. Или мы можем формировать запрет, пытаясь застыдить ребенка. Если ты будешь брать мамину помаду, то ты будешь как девчонка, если это мальчик, допустим, да, то есть вызвать в нем чувство стыда, что тоже не алло, мальчику все равно интересно. Это же не то, что он пытается накраситься как девочка, но это интерес, потому что это какая-то для него игрушка, да. Апеллируя именно такими чувствами ребенка, мы загоняем его вот в это самое. Я маме лучше не скажу, потому что это стыдно, потому что это позор, потому что это страшно, и мама меня накажет, да. То есть формируя запреты для ребенка, нужно искать такой баланс, который и сформирует вот этот запрет, и в то же время сделать это не настолько жестко и агрессивно, чтобы ребенок просто боялся к вам потом с этим прийти. Вот эта мягкость в отношении, постоянный контакт с ребенком, наблюдение за тем, что с ним происходит сейчас в данном этапе его жизни, она вам поможет не только тогда, когда ребеночек совсем маленький, но и в подростковом возрасте. Это не говорит о том, что его подростковый возраст пройдет идеально, но просто для вас, как для родителей, уже будет многолетний опыт, наблюдение за ребенком, контакта с ним. Вы будете уметь его слышать, и он будет уметь слышать вас. Это очень важно для вашей семьи, потому что то, как вы показываете, как вы ведете себя с ребенком, так и ребенок будет потом формировать в своей семье. Вы сейчас растите новых родителей. Помогая своим детям быть отзывчивыми, быть контактными, мы помогаем этому миру. Спасибо вам всем за просмотр и встретимся в новых видео. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok